Я просто захотел еще раз поблагодарить свою маму, которая приехала в Самару для того, чтобы родить меня здесь. Вот так Ильдар Александрович рассказывал о своем рождении, вернувшись в родной город спустя 85 лет. Хотя в Самаре он провел только первый месяц жизни, самарцы с гордостью называют режиссера земляком. Второй раз Ильдар Рязанов приезжал уже в Куйбышев из осажденной Москвы в 41-м. Жил вот в этом доме, на улице Фрунзе. Соседи Дмитрий Шостакович, Сергей Лемешев, Иван Козловский. Вряд ли они догадывались, что перед ними будущий великий режиссер. Зато сам юный Рязанов запоминал все подробности жизни запасной столицы. Я помню, как в Большом театре рейзен-артист, замечательный бас пел Ивана Сусанина. С мокинги, потому что костюм мне в Большом театре сюда не привезли. И с орденом Ленина. Иван Сусанина. После войны режиссер не был в родном городе полвека, пока краеведы не нашли в архиве вот эту рязановскую метрику. Ее копию режиссер получил в подарок. Тогда самарцы устроили для своего земляка удивительно рязановский юбилей. Вечер назывался «164 дня до 70-летия». Звание почетный гражданин города Рязанову было присвоено в 2012 году, в канун его 85-летия. В день, когда на площади у Самарского вокзала был открыт памятник одному из самых любимых народных персонажей – Юрию Деточкину. Здравствуйте, Люба. Я вернулся. В день, когда Эльдар Александрович ушел из жизни, его вспоминают добрым словом в разных городах и странах. Народный артист СССР, выдающийся кинорежиссер, сценарист, драматург, педагог и профессор. Писал стихи, но сам говорил о своей непрофессиональности в поэтическом смысле. А между тем, романсы на эти стихи уже давно так же любимы зрителям, как и его фильмы. Занесет остаток понемногу, милостью отзывчивой судьбы. Господи, спасибо за подмогу. Олег Зверев, события. Субтитры создавал DimaTorzok Олег Зверев, события.